Рубляха-муха! Уже вторая волна протечки! А на днях вообще кипятком залили! Ха! Путина слушали! Не иначе! Билл, тебе же сказали! Пустые ёмкости нужны, а не с горилкой! Иди ищи какую-нибудь банку! Я уже в мэрию писал и в ЖЭК заявление! Пиши не заявление, а тонос и не в ЖЭК! Это неинтеллигентно! Сейчас все так делают! Ни на что другое власти уже не реагируют! И что писать? Типа льют грязь на всю страну в лице моей квартиры? Капают на мозги патриотически настроенным гражданам? Во-во! И про натовское подполье не забудь чё-нибудь пиндюрить! Какое подполье? Они же наверху! Ещё хуже! Подполье окопалось на самом верху и всех крышует! Вы уже здесь? Мы ж донос ещё не написали! Зато на вас уже настучали! Соседи сверху! Доводим до сведения, что в квартире под нами находится вражеская мельница, на которую мы вынуждены лить воду! Хе-хе-хе! Капец! Опередили годы! Собирайтесь! Запашок знакомый! Вражеский! Горелка с перцем! Походу сверху прилетела! Сверху-сверху окопались и распивают! Наверху и закусывают борщом с пампушками! И салом, выращенным в секретных биолабораториях! Там у них шпионское гнездо! Сдавайтесь! Руки на стол! Без нас не наливать! Меняем! Фил, спаситель! Даже бутылки не пожалел! Да у него ещё есть! У-ху! Здравствуйте! Сегодня в заповеднике! В ходе новых военных учений Китай хочет поучить Тайвань! В окончательном варианте закона о призыве осталась всего одна поправка. Повестка считается вручённой в момент перерезания пуповины. В Иране с помощью камер и комплексов наблюдения будут вычислять женщин без хиджабов и комплексов. В американские СМИ утекли не только данные об украинском контрнаступлении, но и его результаты. А из головы Пескова произошла новая утечка комментариев о том, что СВО — это надолго. И надо готовиться! Например, по старинному русскому обычаю переодеться в чистое. Ух! На хрена нам такой окоп? 70 камер! Это не окоп, а траншея под фундамент нового миропорядка. Эх, хоть бы одним глазком дожить до этого нового мирового порядка. Посмотреть, за что горбатимся. Точный план держится в секрете у заказчика в голове. Он его никому не показывает, даже врачам. Но главное известно — мы в центре мироздания из стекла и бетона, а Америка — на помойке истории. Ой, что вы до меня докопались? Все сделали? Практически да. Траншея по всему периметру нашей необъятной родины. Подготовились к контрнаступлению со всех сторон. Вот это и есть новый миропорядок. Ни врагов, ни друзей. Мы одни в этом мире. Ого! А земля-то оказывается плоская, как погон. А я всегда знал, что плоская мне же каждый день аэрофотосъемку в папочке приносит. В России, вдобавок к царь-колоколу и царь-пушке, появилась еще и царь-траншея, которую можно разглядеть даже из космоса. Как Великую Китайскую стену, в сторону которой двинулись европейские политики. Удалось ли им найти бреши в этой стене? Репортаж нашего пернатствующего корреспондента. Судя по количеству багажа, ваш визит прошел плодотворно. Мы прибыли сюда с грузом политической ответственности за будущее. Привезли просчитанные заранее взвешенные решения. Но нам их вернули, да еще и добавили ручную кладь на все с прибором. Как бы вам не пришлось платить за перевес. Ох, это может стать еще одной проблемой для европейского бюджета. А это может стать проблемой для вас. С водой в самолет не пустят. Оставлю ее вам. Окатите Россию холодным душем и приведите ее в чувство. Что все так пристали ко мне с этой России? По размерам населения и по ВВП, это как провинция Гуандун. А у меня таких провинций 22. Россия? Это где? Под Шанхаем? А как вы прокомментируете заявление китайского посла о том, что дружба России и Китая не более чем риторика? Кто смотрит, как панда хрустит бамбуком и делает из хруста выводы, тот дундук. А мудрый не слушает сумм ветра. Он видит, кто и по чьему заказу этот ветер пустил. Ничего не поняла. И не надо. Просто передайте это Путину по пути домой. Да легко. Бешеной вороне 7 тысяч не крюк. Только направление покажите. Марсрод такой. Пекин, Новосибирск, Екатеринбург, Тагил, затем Москва. Стартуем! Только что в небе над Нижним Тагилом был сбит с поличным иностранный журналист, загримированный под ворону. Совершенно очевидно, что курал вагонзаводу шпионку привлекло блестящее состояние дел нашей оборонной промышленности. Я не понял, чё, бро, капец? Замели Веронику? Да ладно. В любой тюрьме бог пошлёт ей кусочек сыра. Или напильник. За Веронику я не переживаю. А Карамурзе вон вообще четвертак рисуют. Монетизирую, что с такими условиями содержания это больше пожизненного. Жизнь становится лучше. Жизнь становится веселее. Но веселье только для избранных. Брехня крепка, а приговоры быстры. Враги повсюду подлости полны. С врагом наружным пусть пролётся свистом. Найдём кого лупить внутри страны. Реальный срок пришьём за разговоры. Глазами мысли яростно пусты. Веди нас Путин и его дублёры. Хоть в светлый рай, хоть в тёмные кусты. Врагов у нас, как углеводородов. Сидеть на зоне – это их удел. В народе все, как есть враги народа. И всех их ждёт пожизненный расстрел. А есть ещё вражины-феминистки, Что против войн показывают грудь. Они винут себя по-экстремистски. Смотреть смотри, а трогать не дают. Зачистим всё, подлай ТВ овчарок. Чтоб как погост, чтоб тишь да благодать. И это мне на старость лет подарок. И на Тайвань не нужно нападать. Идея норм, и выбор оптимален. Сажать врагов, ведь можно и приём. Не важно, Путин, Мао или Сталин. Да пусть зовётся даже дидцать днём. Волна репрессии перевалила через океан. Захлестнула Америку и ударила по Трампу. Хихоньки-хихоньками. А парню 136 лет светит. Капец. Ну, за хорошее поведение могут и раньше отпустить. Лет через 120. Если, конечно, будет петь в хоре и выпускать стенгазету. Старми, хеллоу. Не узнала? Это я, Дональд Кра-кра. Твой утёнок. Не, это не Миланья. Это полицейские сирены. Прикинь, я магнитолы из тачки подрезал. Где откопал машину с магнитолой? Тачку Байдена вскрыл. Чисто ради хайпа. Если покатило, надо пользоваться. 8 лямов донатов собрал в предвыборный фонд. Сейчас не то, что тебе. Сейчас самому себе могу заплатить за молчание. И рейтинг попёр. Как у молодого. Старми, может трякнём стариной? Помнишь, как было клёво? Помнишь? Тогда расскажешь, а то я ни хрена не помню. Где будем трясти, стариной? У тебя или у меня? А что там за голоса? У тебя клиенты? А, журналисты уже ждут? Молодец, детка. Оперативно. Мчусь. Китайское, блин. Вот до чего вытовили страну. На сегодня всё. Ставим лайки и подписываемся. Заповедник не донос. Не грех и подписаться. ПОБЕРГИСЬ! ПОБЕРГИСЬ! Есть пара кандидатур, кому они подойдут. А пока хрен в войне. У-ху! ПОБЕРГИСЬ! ПОБЕРГИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это че вообще такой? Надули? Кто как обзывается, тот так и называется. Крутой какой, ва! Я такой люблю. Ага, видел фильм про такого же крутого? Каддафи там играл. Вообще жесть. Какая жесть. Стальной лоб был. Стальной. Да плевать вообще на главного героя. Меня больше интересует реакция его противника. Нас никто не слушал, а потом нас обманули. И вот теперь нас опять никто не слушает. Очень переживательная история. Просто вижу себя на его месте. Полная эмпатия. Я, кстати, в массовке подснялся за прыгаршню миллиардов. Что думаете, с ним дальше будет? Я думаю, хэппи-энд. Главный герой состарится и тихо умрет где-нибудь в Европе. В окружении самых близких конвоиров. Я не понял. Я думал, то все только начинается. А его что? Замотили? Блин, конституцию под себя он переписал. А сценарий что, не смог? Может, продолжение будет. Дождемся сцены после титров. Как там она называется? Эпи-эпилог? Эпи-эпи-эпилог. Во! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok